Привет! Эта история моего похода в Авалон начнется с того, как я хотел пофармить соло-статик. Советую ролик смотреть полностью, потому что интересных моментов будет очень много. Как вы уже могли догадаться, в данже помимо меня оказался еще один человек. Я слишком быстро поторопился и нажал сапоги, чтобы догнать противника. Но это была моя ошибка, потому как стоял суп, который мне нужно было сначала взять, но взял его мой противник. Я понимаю, что у противника заканчивается баф и поэтому разворачиваюсь, чтобы дать ему бой. Начало фарма мне понравилось. Плюс один арбалет в копилку. Я дочистил этот данж, где мне выпал фиолетовый сундук. А после этого я отправился фармить следующие соло-статики. В инвентаре уже не хватало места, поэтому я вышел в ближайшие черные земли, где находится сундук. Чтобы скинуть весь лут. Как вы могли заметить, у меня с собой был топор. Взял я его для того, чтобы рубить дерево. Ведь моя цель на тот момент была фармить все, что движется и не движется. И как видите, мне сильно повезло. Оставляйте свои комментарии под видео, если вы хотите отдельное видео про собирателя. Собрав все дерево на поляне, я отправился искать дальше приключения. А теперь моя любимая часть. Я решил, что одним деревом сыт не будешь и начал фармить групповой данж. Все шло хорошо, пока ко мне не прибежал гангер. Он застал меня не в лучшей позиции, так как на питомца в это время я сесть не мог. Да и с хп тоже были проблемы. А теперь смотрим в деталях. Это был арбалет. Он не начал сразу атаковать, а побежал вперед меня. И только после такого маневра начал бить. Мне пришлось отступить в другую сторону. Но лишь для того, чтобы восстановить хп, а потом вступить с ним в бой. И вроде все хорошо, я победил. Но нет. Сейчас начнется самое интересное. Во-первых, это русскоговорящие люди. Во-вторых, смотрите, что за спектакль произошел дальше. Подходит его друг с такого же альянса, видит, что я уже на питомце, забирает вещи с убитого товарища и просто убегает, как будто ничего и не было. От такого поворота событий я был в растерянности. Уже только через пару секунд до меня дошло, что они меня пытались зажать, и его друг просто не успел подойти до того, как я убил его соратника. Такой расклад событий меня не устраивал, и мое внутреннее состояние требовало справедливости. Поэтому я начал его атаковать. После такого удачного фонда, фарма группового сундука, у меня сумка забилась полностью, поэтому я поехал в город. Когда я снова пошел в Авалон, я нашел огромнейшую поляну с деревом. Было только жаль, что не было ни одного зачарованного. Дерево занимало много места и стоило очень мало, поэтому я решил фармить соло статики и авалонские сундуки. Когда закончились сундуки и портала в следующие авалонские пути не было, а возвращаться не хотелось, то вышел в черные земли, чтобы найти новый портал. По итогу я оказался возле усыпальницы магии, где блуждают духи, с которых падают эссенции, что является тоже неплохим фармом. Они легкие, и некоторые из них стоят хороших денег. Но вы же понимаете, что у меня не бывает все так просто. И когда я нагрел кучу духов, меня решил подрезать кинжал. Честно, я не знаю, какими молитвами мне удалось сесть на питомца под четырьмя мобами. Далее тактическое отступление, чтобы принять бой на своих условиях. Далее тактическое отступление, чтобы принять бой на своих условиях. Если вы прямо сейчас посмотрите на миникарту, вы увидите огромный блоб. Риск быть убитым просто огромный. На этом моменте кинжал почувствовал силу и мощь, которая течет по его венам и решил напасть на меня. Но один отпрыг остудил весь запал, который у него был. В его рюкзаке оказался довольно хороший лут. Я не захотел менять быстрокогтя на кабана, поэтому просто выкинул все бревна, которые у меня были. Далее в Авалоне я зафармил два сундука, с которых мне ничего не выпало. Поэтому я побежал в город. На этом приключение заканчивается. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно оставьте комментарий по поводу просмотренного ролика. До следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok